Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Родион Архипов. Общеобразовательная школа и школа искусств на 150 детей, спальные корпусы, столовая, спортивный зал и другие необходимые сооружения появятся на территории музыкального училища имени Федора Павлова в ближайшие три года. Правительство республики приняло решение построить там новую национальную школу-интернат имени Лебедева для одаренных детей. Прежний лицей имени Лебедева закрыли еще в сентябре прошлого года. Причина – старые здания 1963 года постройки не соответствовали ни пожарным, ни санитарным нормам, и капитальный ремонт там не проводился. По данным Минкультуры республики, рассматривался вариант реконструкции, но этот вариант оказался слишком затратным. Также предполагали строить на улице Ярославской и рядом с Республиканским училищем культуры. Но в итоге пришли к выводу, что самое подходящее место для новой школы имени Лебедева на территории музыкального училища Федора Павлова по Московскому проспекту. Будущее учебное заведение будет нетиповым образовательным учреждением, рассчитанным на 150 учащихся с 1 по 9 классы. Оно объединит в едином образовательном пространстве общеобразовательную подготовку и многообразие художественно-эстетических дисциплин, соответствующих современным федеральным государственным требованиям. Основная миссия новой школы-интерната – поиск и выявления одаренных детей, помощь в их профессиональном самоопределении. И, конечно же, собираются сохранить традиции музыкального воспитания. Здесь будут продолжены традиции, заложенные в 1963 году основателями Чебоксарской школы-интерната номер 3 музыкального воспитания имени Лебедева, где воспитанники, кроме общеобразовательных, осваивали специальные дисциплины по программам детских школ искусств по двум направлениям – музыкальное и художественное. Общая площадь зданий новой школы-интерната составит 6 тысяч квадратных метров. Ориентировочная стоимость строительства – 250 миллионов рублей. Проект начнут притворять в жизнь в 2014 году. А вот судьба здания Лебедева пока не определена. Экспертной комиссии города в течение ближайшего месяца предстоит решить, как быть дальше со старыми постройками интерната. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Ушло с молотка. Открытое акционерное общество «Медтехника» продано с аукциона по инициативе Миномуществу Республики. Как отмечают в ведомстве, приватизация проводится для того, чтобы государство на всех уровнях власти было обеспечено только тем имуществом, которое необходимо для исполнения государственных функций и публичных полномочий. Все 100% акций «Медтехники» принадлежали государству. Акции открытого акционерного общества «Медтехника» в количестве 58 935 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% от уставного капитала. Максимальный доход от проданного госимущества можно получить только от аукциона, поэтому продажа пакетов акций и объектов недвижимости проходит исключительно в такой форме. За проведением последнего наблюдал председатель общественного совета при именной имуществе Чувашия Валерий Андреев. В аукционе приняли участие 10 потенциальных покупателей, желающих получить здание, помещение и земельный участок «Медтехники». В результате торгов стартовая цена выросла почти на 60%. Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Гефест». Одно из направлений его деятельности – реализация медицинского оборудования. Так что можно предположить, что новый собственник сохранит профиль «Медтехники». Хотя никаких условий при продаже не оставилось. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. В календаре событий 7 мая – День радио. Именно в этот день, в 1895 году, русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс радиосвязи. В тесном кругу работники этой сферы собрали сегодня поздравить друг с друга с праздником. Чествовали самых лучших радищиков. В нашей повседневной жизни уже давно есть и телевидение, и интернет. Радио, казалось бы, должно было уйти на второй план. Но наравне с развитием телевещания радио обрело новую жизнь. Здесь собрались все те, кто не просто слушает, соединяет, открывает, продолжает. Это люди, которые делают это профессионально. Это самое важное. Сегодня технологии и связь являются неотъемлемой частью нашей жизни. Но в свое время его появление заменовало настоящий прорыв в сфере технологического развития. Безусловно, запуск национального радио в республике – это значимое событие. Во-первых, уже только потому, что до этого момента не было ни одной радиостанции подобного формата с объективным и полным освещением событий на чувашском языке. Во-вторых, программы «Нацрадио» разворачивают широкую диалоговую площадку, на которой встречаются мнения как простых жителей, так и представителей разных структур и ведомств по самым разнообразным темам. Потому радийщикам особенно приятно стоять у истоков большого информационного процесса, который набирает обороты из года в год. Сегодняшний день ничем не отличается от других, так как работая на радио, себя ощущаешь, каждый сотрудник национального радио себя ощущает как будто на празднике. Если душу вкладываешь, если свою силу вкладываешь в любимое дело, мне кажется, более прекрасного на свете ничего нет. Ну, это ощущается у нас на радио. В сетке вещания – прямые включения, вестильные программы, которые насыщены сообщениями о событиях практически текущего часа, с комментариями специалистов, аналитиков, экспертов. Это новое радио. Личные поздравления от министра информполитики республики в адрес сотрудников, которые делают жизнь жителей полной и интересной, приятно слышать в этот день, как никогда. Поздравляю еще раз. Мне это приятно сделать уже здесь, в стенах родного радио, коллектива. И, в общем, я вас поздравляю. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо. На национальном радио есть много интересных программ и еще больше задумок, которые собираются воплощать в жизнь. Ведь национальное радио в эти дни отметило 4 года. Все только начинается. И нашим коллегам еще многое предстоит сделать. Данифа Тагерова, Николай Яковлев, Андрей Шоклев, Республика. Спасибо, что пришли. К параду готовы. Сегодня на Красной площади прошла генеральная репетиция торжественного марша. Позади несколько масштабных тренировок чеканить шаг офицерам приходилось даже в дождь. Несмотря ни на какие капризы погоды, каждое движение оттачивают до мелочей. Репетиция парада победы все равно, что настоящий парад. Правда, за офицерами здесь наблюдают не только зрители, но и командиры. Это уже четвертая по счету масштабная тренировка. Участники марша знают свои места. Именно так приставы за спасателями, военные за полицейскими пройдут по Красной площади 9 мая. Все свои движения они оттачивают до идеала. Шаг в шаг, четкое попадание в такт музыки, идеальная белизна парадной формы. Со стороны командиры подмечают любую, даже малейшую неточность. Все участники парада здесь, словно на экзамене. За несколько дней до праздника начинается работа над ошибками. Не первый год вместе со взрослыми в парадный строй стоят и кадеты. Сюда, на Красную площадь, они попадают после жесткого отбора. За несколько недель до Дня Победы школьникам устраивают экзамены на выносливость. Лучшие из лучших уже здесь, на репетиции. Смотрят на поведение, на успеваемость. И потом, исходя из этого, выстраивают коробку и всех выстраивают по росту. Вы здесь можете увидеть кадетов разных, то есть не все самого класса. Здесь разные ученики, самые достойные. Торжественным маршем в День Победы пройдут более тысячи человек. Многие принимали участие в боевых действиях и участвовали в спасательных операциях. Имена героев по традиции озвучат на всю площадь. О них узнает вся республика. Готовность у нас номер один. Сегодня последняя, четвертая тренировка. Генеральная репетиция. Все в парадной форме, по полной программе. Отрабатываем, хронометрируем все. И авиация, и все остальные. То есть я оцениваю подготовку как практически на 100%. Готовы к параду не только люди, но и техника. Боевые машины – настоящая изюминка праздника. В одной колонне современные авто и те, что сошли с конвейера в 40-х годах. На удивление всем провезут по площади и легендарную «Катюшу». После реставрации на заводе – боевая установка. Постоянная героиня чебоксарских парадов. Движение по этой дороге 9 мая будет полностью перекрыто. Именно отсюда каждый год военная техника стартует на смотрины. Всего в параде будет задействовано более 50 машин. После покраски и капитального ремонта старые машины будто бы только сошли с конвейера. На параде они ничем не уступают современным автомобилям. Не обойдется на праздники и без воздушных сил. Сегодня свои действия в воздухе оттачивали и парашютисты. В небе над городом они пронесут огромные флаги. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. В эти дни по всей стране чествуют ветеранов войны с 68-й годовщиной Великой Победы. Поздравили их в Ядринском и Красночитайском районах. Всего в этих двух муниципалитетах проживают чуть более 100 участников Великой Войны. Некоторые из них собрались вместе, чтобы вспомнить военные годы и своих боевых товарищей. Софья Егоровна Демидова ушла на фронт 5 июня 1942-го. Служила связистом в составе 2-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского. Рассказывает, что страшно было всегда, но несмотря ни на что обеспечивала связь для фронта. Прошла всю Белоруссию. Город и лес с первой крещением не было. Как побомбили нас в вагонах-то. И это потому что пошли 75 километров пешком. После войны Софья Егоровна вернулась на родину, в Ядренское засудье. Летом ей исполните 90. И все эти годы с ней живут воспоминания о тех 4-х годах, которые оставили след в жизни всего человечества. Я кино даже не могу смотреть. Переживаю. Уже у меня, как говорится, на душе это все было. Все я видела. Не хочу даже смотреть. Но раз в год в канун победы Софья Егоровна вместе с такими же, как она, бывшими связистами, разведчиками, сананструкторами, бойцами и офицерами обязательно выбираются из дома, чтобы вместе встретить 9 мая. Такие встречи в Ядренском районе проходят уже 10 лет по инициативе депутата Госсовета Николая Малова. Мы понимаем, что из года в год наших ветеранов больше не станет. Мы видим наглядность, что мы их теряем, что это наш капитал. И, конечно, этим нужно дорожить. И сегодня как можно больше уделять им внимания, потому что нет ничего дороже внимания, на их примере, живом примере, их устами воспитывать нашу молодежь, подрастающую в поколении, в патриотическом духе. Любви к родине, к родной земле, ну и, соответственно, к тем, кто отдал свою жизнь на полях Великой войны. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. С Днем Победы ветеранов поздравляют не только близкие и родные. Накануне праздника с подарками и со словами благодарности за победу к защитникам приходят в гости руководители муниципалитетов и депутаты. Геннадий Иванович Иванов ушел на войну в 42-м году. Воевал, встретил победный май 45-го. В мирное время трудился на благо родной республики. Мы вам принесли поздравления. Вас поздравляет глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев. Вас поздравляет глава города Чебоксары Черкесов Леонид Ильич. И вот мы с Венера Аверьяна вместе пришли вас поздравить с Победой, с Днем Победы. Хотим пожелать вам здоровья. Хотим, чтобы вы долго-долго еще оставались жить. Чтобы близкие, родные, знакомые всегда с вами общались. Чтобы все у вас было хорошо. Вам самому все это нравилось. Поэтому хотим еще раз вам пожелать крепкого здоровья. Живите долго-долго. Большое-большое спасибо вам. Особенно приятно ветеранам, когда молодое поколение помнит историю героев и уважает ветеранов. И такие, в общем-то, поездки у нас будут еще и еще. Потому что мы должны успеть до 9 мая прийти ко многим ветеранам домой. Чтобы пожелать им здоровья, поблагодарить за все, что они сделали. И молодежь должна помнить о великом подвиге наших дедов-прадедов. Операторы Большой Тройки поддержали акцию по предоставлению услуг льготной мобильной связи ветеранам Великой Отечественной войны. С такой инициативой к ведущим операторам сотовой связи обратилась председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. Компании запустили специальные льготные тарифы, чтобы участники войны смогли поздравить своих боевых друзей и родственников с Днем Победы. До лета, а значит и до школьных каникул, осталось меньше месяца. Однако у первоклашек Чебоксарской школы номер 40 конец учебного года стал только началом пути. Сегодня их приняли в кадеты. Эти дети отличаются от сверстников не только отчеканенным шагом и военной выправкой. Кроме привычных школьных предметов, в их расписании военная топография, стрельба, строевая подготовка, рукопашный бой и даже парашютный спорт. Кадетское движение зародилось в Чебоксарской 40-й школе более 10 лет назад. В канун праздника Победы в палку кадет прибыло. В их ряды официально вступили первоклашки. Пятый год в нашей школе действуют кадетские классы. В нашей школе 120 детей обучаются в рамках программы кадетского образования. Это 1-й К, 2-й К, 3-й К и 4-й К. Будущие пятиклассники. Практика показывает, дети, воспитанные в таких классах, не останавливаются за порогом школы и выбирают военные специальности. В последнее время интерес к военной профессии очень резко возрос. Ну, связано со многими причинами. Во-первых, там, вот, как материальное стимулирование, социальная норма очень сильно, там, увеличена в положительную сторону. Ну, и, во-вторых, вот, именно работа такая целенаправленно идет в военно-патриотическом плане. Вот, есть программа уже на уровне правительства, президентская программа называется, до 2015 года принята по работе с молодежью. Все это, видать, сыграло роль. Вот в этом году очень большой, в общем-то, наплыв поступающего в военноучебное заведение. Впрочем, идут в кадеты не только те, кто собирается связать свою жизнь с военным делом. Ответственность и дисциплина, патриотизм и мужество. Эти качества пригодятся и на гражданке. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Сэкономил минуту, потерял жизнь. 7 мая отмечается Международный день безопасности на железнодорожных переездах. В рамках этой даты чебоксарским водителям напомнили, как вести себя там, где спешка, невнимательность и лихачество непростительны. Переезд. Казалось бы, всего пара метров. Однако этот небольшой участок пути – смертельная опасность для водителей. Несмотря на то, что каждый переезд оборудован специальными приспособлениями, светофорами, знаками и даже камерами наблюдения, аварии все же случаются. Только с начала этого года в подобных ЧП пострадало более семи десятков человек. В большинстве случаев причина трагедии – грубейшее нарушение правил дорожного движения. Страшные цифры статистики заставляют специалистов по безопасности движения выходить на дороги и напоминать автолюбителям правила, которые они и так должны знать, на зубок. Сегодня непосредственно на переездах раздаются памятки для водителей, для того, чтобы они были более бдительны и всегда выполняли правила пересечения железнодорожных переездов. Порядка 10 тысяч брошюр выданы на переездах. Эта акция проводится не только сегодня, она в течение года, круглый год. После того, как водители получали на руки памятки, их просили расписаться под тем, что отныне правила они знают и нарушать не будут. Впрочем, главное, чтобы на переездах автолюбители не совершали сделку с совестью, ведь плата высока. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии завершился международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-24». Он проводится при поддержке Лиги юных журналистов России. В лагере «Росинка» собрались более 300 начинающих журналистов. Представители канала «ТВ-центр», журнала «Русский репортер», факультета журналистики МГУ Мини Ломоносова, агентство «Юнпресс» и многих других региональных и федеральных СМИ. Участники «Волжских встреч» в режиме свободного диалога обсудили актуальные темы для школьных и юношеских СМИ. Подробности в нашем репортаже. «Волжские встречи» проходят в Республике с 1989 года. За 23-летнюю историю в фестивале приняло участие более 5000 начинающих журналистов и руководителей из 412 редакций России, стран СНГ и Польши. В фестивале «Волжские встречи» есть много традиций. Одна из них – это выпуск газеты «Братское объединение молодых журналистов», который выходит уже больше 20 лет. Вышло за это время больше 200 номеров, где каждый номер, каждый день выпускает какая-то одна редакция. Есть много ролевых игр, «Голая правда», где делается анализ школьных газет. Юные журналисты на фестивале представляли свои работы. Посещали мастер-классы Ильи Белостоцкого, режиссера киножурнала «Яролаш», журналисты телеканала «Россия-2», Андрея Цыганова и многих других. Витя приехал на фестиваль из села Самбург, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Он добирался двое суток. Летел на вертолете, ехал на поезде и на машине. Говорит, что в Чуваше ему очень понравилось. Я работаю на телерадио-студии «Радуга-Абэй». Мы там подготавливаем сюжеты. Обычно я вообще за Чеменскую область никогда не выезжал. А тут столько впечатлений. Волжские встречи впечатляют не только юных журналистов, но и достаточно опытных. Я очень надеюсь, что власти города услышат людей, которые работают на телевидении уже очень давно, что действительно талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами. Вот организаторы фестиваля «Волжские встречи» – это те таланты, которые действительно работают с нашими детьми, которые помогают детям найти себя в этой профессии. Кстати, эталоном, идеалом детской передачи Хаустов назвал «Бухты-барахты», которая выходит на нашем канале. Ее автор – Мария Шоклева. Все, что ты делаешь, все заслуживает внимания и на Международном фестивале Международного искусства в Орленке, где ты неоднократно получала первые места. И действительно, любой проект, который ты дальше придумываешь, он заслуженно оценивается очень высокими наградами на Международном фестивале. «Волжские встречи» – это уникальный трамплин для взлета еще выше, как сказал один из тренеров фестиваля. Следующий фестиваль «Волжские встречи» – юбилейный, 25-й. Но, по словам организатора мероприятия, меньше всего хотелось бы превращать его в какой-то праздник. Рабочая трудовая атмосфера журналистам ближе. Татьяна Трофимова, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, «Республика». Шестой Чебоксарский международный кинофестиваль откроется 20 мая. На кинофоруме будет представлена и картина, созданная в Чувашии. «Решение треугольников» – это любительский художественный короткометражный фильм о любви. Наша съемочная группа встретилась с автором сценария и режиссером Ольгой Матвеевой. Когда угасает несчастная любовь, чувствующая облегчение, освобождение. Любовь в большом городе – это сплошная геометрия. Круги, треугольники, параллельные прямые. Часто оказывается, что мы любим того, кто не любит нас и наоборот. Квинтесенция отношений в пяти диалогах. Так описывает свой фильм автор сценария и режиссер Ольга Матвеева. Она говорит, что в Чебоксарах немало людей, которые хотят снимать и снимают фильмы. Но это больше документальные. Мне захотелось снять именно художественный фильм. Я поняла, что мне, в принципе, ничего не мешает это сделать. И начала собирать команду. Позвала монтажера, с которым часто работаю на телепроектах, Виктора Чугарова. Потом позвали мы вместе уже Леонид Путилова, оператора. Потом как-то у нас появился продюсер, роль Тагачина. Потом мы начали звать актеров. Ну, естественно, это не профессиональные актеры. И фильм вообще не профессиональный, а любительский. Многие лица актеров знакомы Чебоксарцам. Фильм снимался с нулевым бюджетом на чистом энтузиазме. Название позаимствовали и справочника по элементарной математике, который оказался у автора дома. Одну из песен фильма исполнил Владимир Волков. По словам Ольги, в этом фильме не требовалось игры актеров. Но оказалось, что те люди, которых мы позвали на эти роли, настолько артистичны. Они просто прекрасно играли. И, в общем, все было очень так натурально, естественно. Ну, может быть, кто-то недоигрывал, кто-то переигрывал. Но мы не профессионалы. Но вообще вот мне понравилось, как люди играли. Известие, что в Чебоксарах снимают художественный фильм, разнеслось сразу. Ольга рассказывает, что практически с началом съемочного процесса поступило предложение принять участие в Чебоксарском кинофестивале. Свой сценарий автор фильма не считает оригинальным. Я вообще считаю, что абсолютно оригинальных идей в нашем мире уже вообще не осталось. Это все компиляции, переделки каких-то старых идей в новые. Похожие фильмы, наверное, есть. Вот может быть, реальная любовь. Ольга считает, ей повезло. У фильма есть продюсер. И, возможно, у решения треугольников будут и другие фестивали, в том числе и международные. Специально для этого сделали титры на английском языке. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин